ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже начала привыкать, как-то жалеть чуть-чуть. Да? Ну тебе так кажется. Почусти нас, мы поговорим снова. Привет! Ху-ху-ху-ху! Привет! Это Орел-решка. Или, как сказали бы местные, Ньяхао Саньта. Ух ты. Ну а мы скажем, что мы в самой курортной, в самой тропической и самой оздоровительной точке Китая в городе Санья. Уху-ху! На самом деле здесь круглый год тепло. Мало того, что тепло, здесь еще душно. Поэтому я бы долго не задерживался, а сразу бы перешел к делу. Давай. Орел. Решка. Ну, видишь, ну, есть же в мире справедливость. Никакой справедливости. Никакой справедливости. Вообще никакой. Ну, Коль, здесь столько всего красивого. Расскажешь мне потом. Мне кажется, я всего не увижу. Знаешь ли, жизнь богатых она другая, нужно успеть, рестораны, все вот эти вот лакшери-места. На самом юге Китая, среди тропических зарослей острова Хайнань, растет молодой город Санья. Это главный курорт страны. Основная китайская здравница. И место, где есть все для изумительного морского уикенда. Друзья, у меня новость. Обменника в аэропорту Санья нет. Дело в том, что здесь очень много приезжает туристов из Китая, и у них уже есть свои юани. На таких ребят, как я, даже не рассчитывают. Ну ничего, вы меня недооцениваете. Попробую старый добрый, знакомый еще со студенчества метод. Проедусь с зайцем. Проходим мимо такси на остановку общественного транспорта. Автобус номер восемь едет прямо в центр города. Excuse me, I can't pay you in dollars? Oh, I can't pay you in dollars. But I don't have yuan. I can't change here. It's ok? It's ok? Бесплатно? No. Здрасте. Я застрял. Я не могу так сидеть. Вот так вот. Ноги не помещаются очень. Длинные ноги, а у вас маленькие расстояния между сидушками. Вы не подумайте, я сижу к вам спиной не потому, что я вас не уважаю, а потому, что ноги не помещаются. Ой-ой-ой. Это краб? Можно я быстрее? Спасибо большое. Это очень круто. А вообще на острове очень сложно туристу, потому что никто не говорит на других языках, кроме китайского. Поэтому приходится как-то адаптироваться, я не знаю, делать вид, как будто я понимаю китайский. А я на этот уикенд взяла самого спортивного зверя на острове – Макларен 650С. 600 зеленых лошадей. И стоит он, кстати, тоже более 600 тысяч долларов. Вы только вдумайтесь в эту стоимость. Его арендам не обойдется в 1300 долларов в сутки. Рожавка стала. Компания Макларен была основана гонщиком Формулы-1. И это авто считается одним из лучших спорткаров в мире. Он разгоняется до 200 километров всего за 8,5 секунд. Деньги я поменял. А вот погоду, к сожалению, поменять не получится. Очень как назло по бедному. Так бы приоткрыл бы окошко в тачке и закрыл бы снова. А сейчас что? Буду терпеть, терпеть и плавать. Блин, как дождь стегачит, а? Оказалось, что отдыхать в Санья все прилетают зимой. Тогда круглый день светит солнце, никаких тебе осадков. А лето здесь – это сезон дождей. С золотой картой погоду не купишь. Приехал на море дождь. Что уж тут делать? Дождь так дождь. На Маклара не дождь – это неплохо, скажу я вау. Хайнань называют восточными Гавайями. Поэтому здесь есть такая традиция – туристы, когда приезжают сюда, первым делом они идут не на море, либо куда-либо еще, а приходят в такие магазины и покупают себе рубашку, которая очень похожа на гавайскую. Причем не просто рубашку, здесь это продается комплектом. Продемонстрирую. Здравствуйте. Дим, только давай договоримся, если это будет смотреться по-ушлепски, ты как бы предупреди меня. Ну что? Вроде прикольно. Пижама такая. Ну что, «Орел и решка» шоппинг уже не существует. Поэтому кто-то же должен это все покупать, правильно? Вот, все. Я, конечно, уверен, что все туристы, приезжающие на Хайнань, покупают такие тапки, но я не смогу стоять. Вот теперь я точно выгляжу не по-ушлепски. Итак, что мы знаем о Китае? В Китае очень загрязненный воздух. Причем настолько загрязнен, что если по нему вот так вот пальцем провести, смотрите, черный весь. Ужас, они здесь живут. Китай крупнейший в мире экспортер. Посмотрите на свою технику. Посмотрите. А? Телефон возьмите в руку, что сзади написано? Где сделано? Вот этими вот ручьями сделано. Спасибо тебе большое. Спасибо за мой телефончик. Китайцы едят то, что нам бы никогда даже не приснилось. Внутренности животных, личинки, тараканов и даже гигантский баклажан. Фу, он же гигантский. Китай – самая густонаселенная страна в мире. На маленьком земном шарике китайцев около полутора миллиардов. Но все это не имеет никакого отношения к городу Санья. Санья – это один из самых чистых и зеленых городов Китая. Тут много деревьев, парков. В радиусе 100 километров от города запрещено строить фабрики, заводы и выбрасывать отходы в море. И, наконец, население города Санья всего 700 тысяч человек. Что даже по нашим меркам не так уж и много, не говоря уже про китайские. Пока Коля пытается показать Санья своими бюджетными методами, я сделаю это шиком. Ветром и размахом. И почти за две тысячи долларов в час. Будем лететь. Мне каждый раз не верится, что самолеты и вертолеты вот так хоп и летят. Да-да, у кого есть деньги, те смотрят на все свысока. Летим, летим, летим! Ай, быстро! Где еще держаться? Блин, быстро! Только представьте, что Санья раньше была малюсенькой рыбацкой деревушкой. Но в девяностых китайское правительство поняло, что это один из самых чистых уголков Китая. И решила сделать тут курорт. И сейчас, когда смотришь на Санья сверху, видишь, что курорт таки получился. Строят здесь в основном шикарные отели. А вон то здание! Словно в форме рыбины, выныривающей из недр земли. Это один из самых модных и самых дорогих отельных комплексов Санья. А в нем и поселюсь. Я приехала в пятизвездочный курортный отель Атлантис Санья. Открылся год назад и стал настоящей сенсацией и гордостью местных. По сути, это полноценный город в городе. Здесь тебе бассейн, собственный пляж, спа-салон, аквапарк и аквариум. Магазины. И двенадцать ресторанов. Приехав сюда, многие туристы не покидают территорию отеля до самого отъезда. Мне нужен самый лучший номер, который у вас есть. Конечно, в таком роскошном отеле и цены не маленькие. Например, мой номер стоит тысячу долларов в сутки. Ух ты, какой миг. Королевский люкс в Атлантис – это гостиная с огромным диваном. И обеденным столом на шесть персон. Спальня с кроватью королевского размера. Такой огромный номер, тут прям можно ходуном ходить или танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И финалочка! Коленька, я надеюсь, что у тебя тоже все в ритме танца. Я пришел на городской пляж города Санья в бухте Санья-Б. Ну что я могу сказать вам? Пляж перспективный. Его протяженность порядка 11 километров. Контингент отдыхающих. Это в основном местные. Школьники, бабушки, дети, все возраста. Итак, коллеги, как вам песок? Посмотрите, мне кажется, песок хороший, качественный, мелкий, приятный. Ставим ему пятерку, да? Единогласная пятерка. Спасибо большое. До встречи. Прозрачность воды. Ну, вода не прозрачная. Она мутная, поэтому даже от песка ее сложно отличить. Инфраструктура на пляже, посмотрите. Инфраструктура очень разнообразная. Есть манго, есть драгонфрут, есть арбузы. А вот шезлонгов и зонтиков нет. Они здесь и не нужны. Ну, не купаются здесь люди. Ну, не для этого этот пляж. Это пляж, чтобы взять вторую половинку, пройтись прогуляться, вечером подумать о чем-то высоком. Вот. По пятибалльной шкале готов поставить этому пляжу уверенную троечку. А я пришла на пляж моего отеля. Находится он в бухте Дадунхай. Ну, что вам сказать, мои хорошие. Пляж, конечно, интересный. Оказалось, что ничем не отличается от городского. Сегодня вода. И сверху. И снизу. Сейчас попробую температуру. Блин, просто идеально. Почему так? Единственный ее минус – это то, что она очень мутная из-за того, что волны. Единственная существенная разница – за моим пляжем десятки отелей с идеальными бассейнами. Поэтому ставлю троечку с плюсом. Бюджетным туристам лакшери отеля не по карману. Для таких, как мы, есть хостелы. Я пришел в Санья ЛММ Йос Хостел. Здравствуйте. Я бы хотел снять номер в вашем хостеле. Ну, только на меня. Наверное, 6 деньма. Но я не уверен. Я просто не говорю на китайском. 6 долларов. 6 долларов. Я в последний раз такие деньги не помню, когда платил за ночевку. Супер. Давайте 5. Все, окей. Оказалось, что мой хостел не простой. Ух ты. А капсульный. Это когда ты живешь в своей уединенной маленькой коробочке. И тебе не нужно ночью слушать что-то сопение или просыпаться с утра от звука чужого будильника. Реально капсулы. Космические. Хотя ты будешь похож на спиральную машину. Здесь выставить правильный режим, утром проснуть. Знаете, свеженький. Чистенький. Слушайте, ну, комплектация, мне кажется, максимальная. Даже более чем. Здесь есть все. Сейф. Радио. Часы. Наушники. Зеркало. Вешалка. Ну, а дело подушка покрывала. А дизайн какой. Сразу сейчас чувствуешь космонавта. Правда, ужинать как космонавта я не готов. С тюбиков. Поэтому пойду пока на рыбный рынок. Ты здесь будешь? Дождешнее, да? Хорошо. Я тогда ключик заберу. Как видите, в здешних водах особо не поныряешь. И на морской мир не посмотришь. Но в моем отеле придумали, как с этим побороться. Прямо посреди отеля «Атлантис» отгрохали один из самых больших в Китае аквариумов. Причем приходят сюда не только постояльцы отеля, но и жители города. Ведь здесь находятся более 86 тысяч морских существ. Это больше, чем мы видели за все сезоны «Орла и решки». Сколько их тут, боже мой! Просто тысячи рыб, тысячи! Целое рыбие государство какое-то. Скал! Блин, вот всегда очень обидно, когда ныряешь в море, они куда-то все расплываются. Можно часами стоять, прилитнув вот так к стеклу, а можно отправиться к этим существам на личную встречу. Дайвинг в аквариуме «Атлантиса» можно смело назвать идеальным. Но сами посудите. В море или океане ты увидишь рыбку вторую или, как часто бывает, вообще ничего. Тут же морских существ немерено. Кроме того, в море или океане все живое сразу расплывается от тебя подальше. А тут, посмотрите, рыбы облепили меня, словно сжали в объятиях. Чувствуешь себя героем какого-то мультика о подводном мире. Невероятно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В отеле «Атлантис» есть еще один аквариум. Правда, дайвить в нем нельзя. А все потому, что тут живут уникальные существа – белухи. Эти млекопитающие похожи одновременно и на китов, и на дельфинов. Они считаются очень умными, а для общения между собой используют порядка 50 звуковых сигналов, за что получили прозвище «морские канарейки». Но у этих белух есть еще одна уникальность – они могут предсказывать будущее. Сегодня я хочу, чтобы эти крошки кое-что предсказали для меня. Сейчас я попробую выяснить, кто же в следующей стране будет золотой картой. Орел или решка? Решка, решка, решка. Я! Это я! Кого? 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 Кого выбираешь? Решку! Выбрала решку! Спасибо, хорошая! Спасибо! Коля, все решено за нас. Увы, кидай монетку, не кидай решка. Белуха сказала. Против белухи куда-никуда. Самое время подкрепиться. Ну где же еще поесть бюджетному туристу в Китае, кроме как на фудкорте, а? Ммм, там столько всего! Фудкорт – самое популярное в Санья место. Это огромный рынок еды, где все готовят при тебе. Покупай и ешь. Чего здесь только нет. Всевозможные блюда из лапши, риса и, конечно же, морепродукты. И осьминоги здесь, и большие тигровые креветки, и омары, и морские ежи. И ты понимаешь, что это дорогие деликатесы, которые, если будут приготовлены в каком-то приличном ресторане, это сразу можно оставить там жигули по эквиваленту денежному. Но в первую очередь китайская кухня славится своей экзотикой. И, конечно же, такого добра тут просто навалом. Вот здесь всего за 10 юаней я могу собрать 5 шпажек с разной странной едой. Я этого делать не хочу, но у меня такая работа, я ведущий программы Орел и Решка, и я вынужден это пробовать. Уважаемый палач, не могли бы вы мне подготовить плаху? Давайте. Спасибо. Хотя нет, вы не палач, палач они, а вы просто топор в их руках. Итак, тофу с грибами. Раз. Гусиная кровь. Два. Куриные лапки. Три. Свиные кишочки. Четыре. Ну и что там была пятая? Так, где этот пятый гвоздь? В мой гастрогроб. Вот, конечно, как я мог забыть. Корень лотоса. Пять. Итак, с разогрева. Корень лотоса. Настолько корень пропитан соусом, которым, я думаю, здесь будет пропитано все. Поэтому вкусы будет сложно различить, разве что их консистенцию. Мне надо пауза от этого соуса. Ладно, едем. Вы не поверите, вся еда оказалась полностью пропитана специальным соусом из подсолнечного масла и какого-то сумасшедшего количества перца чили. И что бы я не пробовал, все на вкус одинаково. А я боялся. Только соус. Только с каждым новым блюдом, элементом он становится острее и острее. Здесь накопительная система остроты. Перехожу к вишенке на торте сегодняшнего ужина. Гусиная кровь. Если не знать, что это утильная кровь, а, допустим, мне бы сказали, слушайте, черный тофу, я бы с удовольствием поел. Потому что по вкусу похоже на тофу. По вкусу похоже на соус острым, в котором здесь все искупано. Я понял, почему китайцы едят столько всего. Они это могут есть, потому что они придумали себе соус, который им нравится. И они в нем так все промачивают, что по сути вкуса там ни тараканов, ни каких-то кузнечиков, ни тофу, ни чего-либо еще они не чувствуют. Они чувствуют только вкус соуса. Вот и секрет вот этого гастрономического диапазона китайского. Пойду-ка я лучше просто воды попью и будет у меня такая, знаете, диета. Спасибо. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита всем, ребят. Пока. Ну что, друзья, космических вам снов. Всем приготовиться к отбою. Три, два, один. Спокойной ночи. Так, а свет тут выключается? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Так, ну что… я готова еще к одному насыщенному дню. Доброе пасмурное утро. Кто-то включите солнце, пожалуйста. Саньян – знаменитая китайская здравница. И в первую очередь все едут сюда для того, чтобы подлечиться и оздоровиться. Я приехала к природным термальным источникам Нантьян. Это 34 бассейна, которые находятся среди пальмовой рощи. В каждом бассейне вода разной температуры и с разными добавками. Итак, ванная с кофе. Не чашка, не две, а целая ванна кофе. Мне кажется, это то, что нужно с утра, правда? Говорят, кофе тонизирует кожу, улучшает микроциркуляцию крови и способствует расщеплению жиров. Ну, вообще не понятно, что тут есть кофе. Ну, буду себя успокаивать, что это очень полезно и где-то там, может быть, на дне, он все-таки есть. Следующая ванна с кокосовым молоком. Кокосики! Кокосовое молоко оказывает на кожу омолаживающий эффект. Сразу видно, что она с кокосами. Хоть тут без обмана. О! Левки! Тут еще жарче, чем в той с кофе. Ах! Ай, нет, очень горячо, серьезно. Еще одна ванна с цветами гибискуса или же китайской розы. Гибискус заживляет раны и ссадины, убирает воспаление и увлажняет кожу. Мне кажется, это прекрасное начало дня. И моей коже оно тоже однозначно нравится. Китайцы приезжают в Санья не только ради оздоровления, а и ради косметологических процедур. Знаете, что это сейчас делают? Вот это вот, знаете, что делают? Эпиляцию лица. Лица. Никаких тебе там гелей, бритв, ножниц, всех этих штучек, где волосы красить. Нету здесь такого. Фото. Все делается с помощью ниток и умелых рук, конечно. Сейчас в мире это называют модным словом тридинг. Но пошло все именно с таких незамысловатых азиатских салонов красоты. Посмотрите на этих бабушек, они как мастера кунг-фу. Местные женщины перенимают это умение из поколения в поколение. От мамы к дочке. Говорят, ничего сложного. Главное набить руку. Ниткой они делают петельку и петелькой выдергивают волосы. Здесь уверены, что такой процесс удаления волос чуть ли не самый простой, безболезненный и безопасный. Зачем же удалять волосы прямо по всему лицу, спросите вы? Они удаляют волосинки на лице для того, чтобы лицо казалось более белым, аристократичнее, они так думают. Кстати, в таком салоне красоты обслуживаются не только женщины. Здравствуйте. А можно я тоже чуть-чуть стану красивей? Тем более, что стоит такая процедура всего 3 доллара. Прям как Рэмбо первая кровь. А, больно? Слушайте, а оказывается это больно. Я думал, что ниткой можно сделать. А оказалось, можно много. Я, честно говоря, до этой процедуры не думал, что у меня на лице так много волос. На верхней части лица. У меня и там волосы есть. Вы знаете, это прекрасно. Вы делаете у вас волшебные руки. Все-все. Я думаю, этого достаточно. Эта процедура не для мужчин. Потому что мужчины натуры тонкие, они очень чувствительны к боли. Это женщины сильный пол, готовы перетерпеть многое. Не просто комфортно, ни одна мышца не дернется на лице. Я предпочитаю стандартный способ. Бритва, тихонечко. Намырился, побрился. Фух. Санья – это уникальное место. Богатый турист, приезжая сюда, обязательно берет себе гида. Но не такого, который говорит «посмотрите направо, а теперь посмотрите налево». А медицинского гида, который говорит вам клизмочку или пиявку на плечо. Говорят, китайская медицина может все – избавить от хронических болезней, снять острую боль и исцелить после травм. Но методы, которые используют, могут подвергнуть в шок. Для улучшения кровотока ставят кровавые банки. От простуды – сдирают кожу. Для укрепления иммунитета – бьют током. А кожу делают эластичной, вживляя сухожилия овцы. Зная это все, я сразу же отказалась от любых кровавых процедур. Поэтому все, что мне смогли предложить – это массаж ступней банками для общей стимуляции всех внутренних органов. Такой звук смешной. Ой, как вы сейчас чудесно начали делать. Ой, прям очень хорошо. Далее – ушные свечи от пробок и воспалений. Такой приятный массажик. Потом уже задуть и загадать желание. И наконец – лечебный массаж огнем. На животе делают компресс из перетертого имбиря и полотенец. Это все обливают спиртом и поджигают. Боже мой, вся горю. По ощущениям, как холодной зимой ты придвинул к себе обогреватель и так греешься. Сильно уже. Эта процедура очень полезна для женщин, для женского организма и для пищеварительной системы. Особенно тем, у кого есть гастрит. Еще говорят, что хорошо для тех, кто хочет забеременеть. Ну как бы, если что, я не виновата. Кроме оздоровления и процедур красоты, в Санья есть и достопримечательности. Например, можно поехать посмотреть на рисовые поля – символ Китая. А чтобы смотреть было интереснее, их украсили огромными движущимися динозаврами. Еще можно отправиться в этнографическую деревню народностей Ли и Мяо. Там показывают театральные представления о жизни первых аборигенов острова Хайна. Но я решил потратить 4 доллара на автобус и отправиться посмотреть на уникальную морскую деревню. Говорят, уклад жизни в ней не меняется вот уже 500 лет. Видите, это деревня морского народа Дань. Около 500 лет назад они просто решили покинуть сушу и перебрались в море. Морская деревня поражает размером. Это словно какое-то отдельное государство, возникшее прямо посреди моря. Люди здесь живут целыми семьями. С самого рождения и до смерти. И даже, поговаривая, многие ни разу не бывали на суше. Как устроена их морская жизнь, интересно многим. Поэтому все чаще здесь можно встретить туристов. Есть опция взять лодку. Эту лодку я брать не буду, потому что она стоит 15 долларов и рассчитана на китайских туристов, которые сюда приезжают и готовы сорить деньгами. Но чуть дальше есть лодка, на которой местные добираются до берега, а потом от берега обратно. Она стоит меньше доллара. И мне кажется, это мой вариант и твой вариант. Пошли. А вот и маршруточка до деревеньки. Слушайте, а сразу видно, что это не туристическая лодка. Посмотрите на контингент. Реально, как в какой-то, не знаю, городской маршрутке где-то на окраине, да? А передайте, пожалуйста, за проезд. Передайте, пожалуйста. Спасибо большое. Знаете, эта деревня, она не является туристической достопримечательностью. Здесь просто домики, люди живут, все. Нет каких-то площадей, либо открытых площадок, где ты можешь погулять, походить и поделать селфи. Вот, поэтому вот, вот так вот все выглядит. Просто домики, домики, домики. Поэтому, если где-то выходить, то надо выйти у кого-то домой. Кому-то домой. А можно я к вам зайду в гости? Можно я к вам в гости зайти? Я говорю, к вам в гости. Типа, мы зайдем, вы открываете дверь. Давайте. Но он не сказал нет, поэтому я с вами. Нет, я с вами. Можно? А куда вы? Можно к вам домой? Идем. Мы просто посмотрим и все. Ходим посмотреть, как вы живете. Хорошо, спасибо вам большое. Идемте. Ух ты, как интересно. А это фермы, да? Это у вас грядки такие? Это карповая грядка. А здесь посадили карася. Смотрите, черепаха. У него здесь черепахи. Вот так живут здесь местные жители. Вот это у них грядки так называемые. На грядках они выращивают черепах, там вот карп огромный, там еще какие-то рыбы. Я слаб их в названиях. А там маленькие черепахи. Вот это. Это тяжелая? Я никогда не держал в руках черепаху. Тем более такую огромную. На ощупь она твердая. А, больно бьется плавником. Наверное, она хочет, чтобы я ее отпустил. Ну на. А здесь маленькие черепахи. Смотрите. Смотри, какой малыш очень хороший. Все, все, все. Ты бежишь обратно. Все это они выращивают, а потом продают на берегу на рыбном рынке. Это и есть весь заработок жителей морской деревни. Вы представляете, 500 лет истории. Это же абсолютно другой менталитет. Это абсолютно другой фольклор. У них небось даже сказки такие, как вместо репки там черепаха. Посадил дед по дворе черепаху. Тянет, тянет, вытянуть не может. Слушай, дождь пошел. Мне кажется, здесь, конечно, от дождя нужно прятаться в домике. Это отличный способ. Я понял. Я теперь органично попрошусь к ним в домик. Скажу, простите, на улице дождь. Пустите меня передождевать. Снаружи жилища выглядят скромно. Деревянный каркас, металлическая отделка, чтобы не пропускало ветер. Вверх тент и сетка от дождя. Посмотрим, как внутри. Ух ты. Я попал в семью Яна и Лиан. Скромненько так. Они всю свою жизнь прожили в этом поселке. Ага, я зайду. Два койко-места, телевизор кабельный, небольшой алтарь. Да и все. Ну вот какая-то прихожая. Здесь, наверное, вещи у них хранятся. Вещей, судя по всему, вообще немного. Ну и кухня на улице. Все. По их словам, с каждым годом выживать поселку и его жителям все сложнее. Потому что море становится более грязным. И это сказывается на качестве морепродуктов. Впоследствии падают продажи и доход. Но, несмотря на бедность, местные жители очень улыбчивые, добрые и гостеприимные. И запросто могут приютить даже незнакомого человека. Слушай, мне как-то неудобно. Ну да, конечно, конечно, поем с удовольствием. Ух ты, это что такое? Все-все-все, мне достаточно. Спасибо большое. Слушайте, как-то круто. Мало того, что пригласили в дом, показали, как живут. Еще и риса насыпали, угостили. Друзья, сложившиеся ситуации с загрязненной водой, с падением спроса на их промысел. Мне кажется, что мы с вами, туристы и путешественники, можем помочь. Приезжайте сюда, оставляйте здесь деньги. Немножко покупать морепродукты, не знаю, что-нибудь чаевые там, знаете. Потому что такое место должно существовать. Это в наших руках. Спасибо вам большое. Это прекрасное приключение. Я очень счастлив, что познакомился с вами, что приехал сюда. А теперь самый долгожданный момент для всех телезрителей. Конечно же, клад орла и решки. Будете в Санья на процедурах и захотите найти заветные 100 долларов, отправляйтесь на улицу Фенгхуанг. У входа в парк Байлу увидите огромный валун. Под ним вас и будет ждать вклад от орла и решки. Санья молодой курорт. Пляж перспективный. Ему всего пару десятков лет. И он только начинает строиться и развиваться. Ух ты, какой вид. Но уже сегодня здесь можно хорошо отдохнуть. Кокосики. Оздоровиться. Больно? Боже мой, вся горю. И получить сотни новых эмоций. Быстро. Мне надо пауза от этого соуса. Ой, чувствую, оздоровилась я очень. Можно к вам в гости зайти? Ожарка стала. Наверное, шли дельма. Но я не уверен. Я просто не говорю на китайском. Боже мой. Смотри, какой малыш очень хороший. Ни хао. Ой, Коля, привет. Привет, Алина. Так, стоп. Ты что, работал аниматором или что? Что значит аниматором, Алина? Между прочим, это самый модный, молодежный, стильный, потрясающий костюм на Хайнане. Да, сюда все, кто приезжают, туристы, они сразу покупают себе такой. Так, стоп. У меня есть для тебя новость. В следующей программе я буду по-богатому с золотой картой. Ты думаешь, у нас в программе вот так это происходит? В следующий раз я забронил, в следующий раз я по-богатому, хорошо? Да, хорошо, конечно, ты по-богатому, Алина. Да ты не понял, мне об этом рассказала Белуха. Белуха? Белуха, она так и сказала, что я буду… Ты с ней монетку подбрось и там все порешайте, что париться. Друзья, до новых встреч. Ты даже меня спросишь, где… В какое-то время Алине надо отойти. Что, где? Да мне не важно, где, мне интересно, почему ты с ними разговариваешь. Алина, а как, ты ладошку подсунула или что? Да нет, я ей показала фотографию твою и мою. И она выбрала мою фотографию. А где у тебя моя фотография где-то? Алина. 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 Алина.